Это персик. Еще полгода назад у него не было ни дома, ни даже имени. Летом 2020-го собаку сбила машина. Такое часто случается с бездомными животными. Правда, персику повезло. Его нашли и спасли. Теперь у него есть дом и хозяин. Однако история персика в Углегорском районе – это точное исключение из правил. А правило скорее выглядит вот так. Почти в каждом дворе Углегорска и Шахтерска десятки бездомных собак и кошек. Есть они и в селах. Сколько всего в районе брошенных животных, не знает никто. Но однозначно счет идет на десятки сотен. Не знают и что с ними делать. Обсуждение этой темы бьет все рекорды. Точка зрения есть у каждого. Я уже написала Лимаренко письмо. Значит, я Водянова, я живу вот в этом доме. Это все бесполезно. Я написала ему и сказала, говорю, в порту собак больше, чем как людей. Конечно. Если бы приют открыли где-нибудь в лесу, надо кому-то ухаживать, надо их кормить. Надо готовить, надо деньги на это. Я не знаю. А я лично против приюта. Вполне нормально, если они будут жить в приюте и никуда не ходить, как они вот сейчас вот бегают. Потому что они не только здесь. Это получается у нас здесь стая. Там стая, где был клуб раньше. В городе сколько стая таких бегает. Если она вам не нужна, для чего вы их берете. Поэтому вот такая получается ерунда. Чем ласковее к ним относишься, тем лучше они будут. Ну это правда. Поверьте мне. Да, я за питомник. Потому что нельзя. Вот маленькие щенки, жалко их. Отстреливать, извините, я не могу. Этого нельзя делать. Но дальше стерилизовать их тоже. Это очень дорого. Понимаете? Надо все-таки питомники открывать. Ну я бы согласен был бы, чтобы собаки лучше были бы в приюте, чем они вот так вот будут бегать и детей кусать. Вот у меня сосед, он сколько раз уже писал в прокуратуру и как бы собаки кидались на ребенка. Но я ничего не могу поделать. Бездомные животные – головная боль не только местных жителей, но и властей. Сейчас муниципалитетное так называемое регулирование численности безнадзорных животных получает чуть больше 1 миллиона рублей в год. Это капля в море. Число животных растет в геометрической прогрессии. Как и количество жалоб. С требованиями убрать их с улиц района. Реагировать на такие требования властям мешает нехватка денег. А еще закон. Он, кстати, на стороне животных. Животные должны быть защищены от жестокого обращения. Запрещается пропаганда жестокого обращения с животными, а также призывы к жестокому обращению с животными. Ситуация в Углегорском районе накаляется с каждым днем. Похоже, единственный вариант решить проблему законно, а главное – гуманно – открыть приют. Власти посчитали, чтобы это сделать, надо около 20 миллионов рублей. Ежегодно. Потом, в последующих годах, это, естественно, сумма уменьшается примерно в два раза. Но, тем не менее, около 10 миллионов надо на содержание животных. Мы считали из той численности, что не менее примерно около 200 животных мы будем содержать. Но это очень большая цифра на самом деле – 200 животных. В дефицитном бюджете этого года лишних 20 миллионов точно нет. И в будущем ситуация вряд ли изменится. Открыть приют можно на пожертвование. Население Углегорского района – 17 125 человек. Из них трудоспособных – 7 600. Это примерно 45%. Мы посчитали, чтобы собрать 20 миллионов на приют, каждый работающий углегорец должен ежегодно вносить свою лепту. 2600 рублей. Расчет примерный. Во-первых, не каждый согласится с такими тратами. Во-вторых, у приюта могут появиться финансовые кураторы из числа предприятий района или щедрых меценатов. Судя по комментариям в социальных сетях, многие углегорцы идеи с приютом готовы поддержать финансово. Потому что я вижу, есть реакция. Люди действительно дают нам советы, пишут свое мнение. Изучив ее, мы, естественно, совместно с населением будем принимать такое решение. Примеров, когда приют существует на пожертвование, множество. Илья Саютин живет в Хабаровске. Но в Углегорске бывает регулярно. Он уверен, люди здесь должны менять свое отношение к животным в сторону ответственного. Проблема с бездомными кошками и собаками возникает исключительно по вине человека. Приюты не решат резко проблемы бездомных животных. Они со временем помогут взять под контроль численность животных на улицах. В течение месяца среднее содержание собаки в среднем по Хабаровску отходится 4,5 тысячи рублей. Это 150 рублей в день. Поверьте мне, это не так много. Как видите, собаки не агрессивные. Сейчас на сайте углегорск.ньюз организован опрос о готовности каждого внести свой вклад в создание и поддержку приюта. Ссылка на экране. Алина Голоскок, Екатерина Петрова, Александр Гагаркин и Евгений Мелехов. Углегорские новости.